Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим популярный, как у начинающих шашистов, так и у опытных мастеров, дебют колл-угловик. Сегодня мы рассмотрим жертву неоднократного чемпиона СССР, гроссмейстера Владимира Вигмана, а также рассмотрим анализы неоднократного чемпиона СССР, гроссмейстера Виктора Литвиновича и литовского мастера Владоса Валантиноса. Дебют колл-угловик возникает после ходов cd4b5, белые ставят так называемый колл dc5 бой-бой, и обе стороны развивают свои сильные левые фланги fg5, bc3, gf6, gf4, gh4, и в этой позиции белые делают один из возможных ходов cd4. Белые грозят разменяться и на g5, и на b6, но в данном случае важно закрыть дырку на поле g5. Черные играют fg5, и белым надо меняться cb6, остальное хуже. Теперь черные загоняют шашку b6 на поле a7, и видите, колл с поля c5 ушел на a7, поэтому дебют и получил такое название – колл-угловик. Теперь сильнейшее продолжение за черных ход ed6, не давая белым сыграть fe5. У белых есть два хода, а b2 играть хуже, поэтому лучше меняться dc3. a b2 мы рассмотрим в следующий раз. Сегодня мы рассмотрим размен dc3. Теперь черные играют dc5, ну и на ход a b2 они играют fe7. Далее возможно b3, gd6. cb2, hg7. Ну и возникает, как бы сказал нижегородский игросмейстер Максим Федоров, критическая позиция. У белых есть несколько вариантов ответа. Так, cb4, cd4, ed4 и hg3. Три хода, отмеченные красными стрелочками, уже проигрывают, лишь cb4 идет к ничей. Давайте рассмотрим все ходы по очередности. После cd4 мы эту позицию с вами уже рассматривали. Черная игра gf6, бой-бой. Ну и допустим bc3 fe5, надо закрываться hg3, de7, ab4, ef6. Кто не знает, как тут выигрывать, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Я уже подробнейше разбирал данную позицию. Белые начинают, но выигрывают здесь черные. Так, рассмотрели первый ход cd4, второй возможный ход ed4. Здесь он также проигрывает. У белых, видите, застряла шашка на поле b2, поэтому черные здесь побеждают. Ну давайте рассмотрим вкратце возможные варианты. Черные бьют шашкой g на e3, естественно. Белые бьют на b6, черные на бортик. И белые бьют на d4. Далее возможно hg5, ab4, gf6, gf2. Ну и выходим в центр, ef4. У белых колонка, ну она чисто декоративного свойства. Ничего с ней они белые сделать не могут. Белые нападают, допустим, dc5, тогда отходим, de5. Ну и на ход b3 черные выигрывают после хода de7. Здесь возможны два варианта. Если белые, допустим, меняются c на 4, тогда здесь уже сами найдите простенький выигрыш в два хода. Черные бьют шашкой a5 на c3. И затем играют fe3 и форсированно попадают в дамки с выигрышем. Естественно, так играть нельзя, поэтому надо играть fe3. Тогда бой, бой, бой. Белые остались без шашки. cb6 и здесь играем шашкой e5 на f4. Видите, сейчас шашку жертвовать белым бесполезно и ставить дамку, так как их дамка будет тут же поймана. Ну и черные легко выиграют. Поэтому в этой позиции белым приходится играть, допустим, ef2. Тогда уже играем, ну не знаю, допустим, fe5. Ну и на ход bc7, бой, белые здесь вынуждены поставить дамку. Тогда играем ef6, не торопимся идти в дамки, иначе белые могут сделать ничью. Ну и у белых здесь особого выбора нет. Грозит fg3, поэтому белым приходится отдавать еще одну шашку и играть fe3. Тогда возвращаем одну из лишних шашек и играем, ставим дамку на поле g1. Ну и все, белым здесь уже можно сдаться. То есть, видите, дамке не пошевелится, так как она будет тут же поймана. Так, рассмотрели ход ed4, это плохо. Также проигрывает ход hg3. Здесь многие анализы как раз рассмотрел литовский мастер Владос Валантиноц. Здесь черным надо сделать точный ход cb6, только он ведет к победе. И у белых есть несколько вариантов ответа. cb4, cd4 и ed4. Все они проигрывают. Ну давайте рассмотрим вкратце cb4. Тогда простой выигрыш. Нападаем b5, приходится закрываться. Скромно играем gf6. Ну и после размена ed4 снова выигрываем с помощью ударчика. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черным. Бьем шашкой c на e3. Затем играем dc5 и fe5. Ну и черные празднуют победу. Ничего сложного. Так, если белые в этой позиции играют cd4, тогда здесь выиграть уже посложнее будет. Друзья, запоминайте эти важные варианты. Играем gf6. Теперь белым надо играть bc3. Ну и в этой позиции черным надо меняться. fe5. Бой-бой назад. Белые играют cd4. Ну и хочется, конечно, в этой позиции сыграть b5. Но там лишь ничья. Надо сделать для выигрыша точный ход. ef6. Только он ведет к победе. Видите, белые жертвуют шашку и бьют сразу же три шашки черных. Но черные тоже одну шашечку отыгрывают и грозят прорваться в дамки. Поэтому здесь у черных выигрыш. Позиция кажется легко выигранной. Но на самом деле здесь с черным надо еще точно играть. Белая игра от gh4. Интересный ход. Продолжение сопротивления. Видите, а b2 сейчас играть плохо. Потому что белые здесь могут сделать ничью. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых уже. Белая игра от fg5. Затем hg5. И затем fg3. И черные здесь выиграть не могут в этой позиции. Поэтому, друзья, после хода gh4 не торопимся в дамки. Играем dc7. Точный ход. Теперь белые играют dc5. И снова, видите, нельзя играть а b2. Потому что проходит тот же ударчик. fg5, hg5 и fg3. Ну и снова черные здесь победить не могут. Только ничья. Поэтому в этой позиции надо сделать точный ход fe5. Бой-бой. Ну и вот тут уже контуры выигрыша становятся более-менее очевидны. Белая игра от fg3. И черные наконец-таки идут в дамки. И у белых есть три варианта ответа. Если они, допустим, меняются назад, тогда надо здесь напасть. Ставим дамку на поле c1. Белым надо отходить. Тогда снова нападаем уже с поля a3. И видите, белым приходится отдавать шашку. Тогда бьем на поле f8 до конца. Ну и после хода ed6 нападаем с поля g7. Приходится отходить. Еще раз нападаем. И приходится белым ловить дамку. Но у черных две шашки. И они легко справляются с одинокой шашкой белой. hg5. ed4. gf4. dc5. bc7. И белым приходится сдаться. Так. Рассмотрели. Если в этой позиции белый играет ef4. Тогда щедро жертвуем еще одну шашку. ed4. И ставим дамку по большой дороге. Отсекаем шашки белых от похода в дамки. И здесь ничьей у белых нет. Даже никаких шансов на ничью нет. То есть здесь все просто. Но единственный вариант еще сопротивления белым. Надо отдать шашку ходом ed4. Тогда cd6, cd2 и d7. Ну и здесь еще черным надо играть довольно-таки точно. Приведу возможный план игры за черных и белых. Как тут выигрывать? Ну допустим ставим дамку на 1. Белые допустим на f8. Ставим дамку на e1. Ну и грозим сыграть hg5. Разменять две шашки белых. Поэтому приходится играть gf4. Тогда уводим дамку на 5. Ну и здесь возможно следующее продолжение. Белые уводят дамку на 3. И черные играют b7. Постепенно хотят шашку a7 провести в дамке. Белые допустим играют gh2. И мы уводим дамку на d8. Белые допустим уводят дамку на c1. И хотят разменять шашку a6. У них это получается. Но здесь все-таки выигрыш. Допустим ab6. Введем шашку b6. a7 в дамке. Белые меняются допустим. Тогда введем снова шашку в дамке. Белые еще сопротивляются. То есть у них задача перевести свои шашки h4 на h6. И h2 на h4. И здесь черным еще не так-то просто выиграть. Черные допустим делают выжидательный ход. Затем переводят дамку d8 допустим на f8. Ну и постепенно начинают ввести свою шашку опять в дамке. Белые тоже переводят свои шашки на поля h6 и h4. И здесь максимальное сопротивление оказывают черные. Ну в этой позиции черные побеждают. Я подробнейше разбирал подобные окончания. Ссылочку также оставлю в верхнем правом углу. Кто не знает как побеждать тремя дамками против дамки и двух шашек соперника. Все-таки вот это наибольшее сопротивление именно за белых. Но тут тоже выигрыш. Закономерно. Так рассмотрели ход cd4. В этой позиции. Но еще был возможен ход ed4. Тогда уже бьем шашкой g на поле e3. И белым надо проводить комбинацию. Вот такую gf4 бой. cb4 бой. И надо бить две шашки. Побили на f6. Побили на d4. После вот такой вынужденной комбинации у черных лишняя шашка. Но здесь еще надо играть довольно-таки аккуратно. В частности вот в партии дзедулен из Валантинос из заочного турнира 1993-1995 годов было такое продолжение. gf4 bc5 hg3. Подходим-подходим. Не стесняемся. cb6 hg5 b7 gh4. Черные поставили угрозу fe3. Поэтому приходится играть dc5. Тогда играем fe5. Ну и на ход cb6 уже играем fe3. Ну и постепенно начинаем грозить провести свою шашку g3 в дамке. Теперь видите, шашку белым пока жертвовать бессмысленно и ставить дамку. Да, пока поймать дамку нельзя. Но черные в этой позиции могут сыграть g6. И видите, стоит угроза. f4 и черные поймают дамку. Поэтому приходится играть g2 в этой позиции. Но тогда черные ловят дамку. Вот таким образом жертвуют две шашки. Но быстрее белых проходят дамки. И тут никаких проблем с реализацией преимущества у черных нет. Легкий выигрыш. Так, рассмотрели. Если, допустим, белые играют в этой позиции ab4 вместо bc7, тогда уже играем g6. Снова, видите, жертвовать бесполезно. Потому что дамка будет поймана тут же. И белые приходится играть bc3. Тогда начинаем вести шашку g3 в дамке. gf2. Белые, допустим, играют b5. Ну и здесь еще был... Вот здесь как раз была возможна жертва bc7. И постановка дамки ab8. И видите, ставить дамку черным нельзя. Потому что она будет тут же поймана. Но здесь у черных все-таки оказывается выигрыш. Надо запомнить вот такой ход. hg3. Только он ведет к победе. Теперь, если белые нападают gh2, тогда мы тут же ловим снова дамку белых. И жертвуем две шашки. И ставим затем дамку на g1. Обрезая белых от похода в дамки по двойнику. С легким выигрышем. Если же, допустим, белые в этой позиции... Так, как еще тут сыграть? Я не знаю. Ну, допустим, игра от b7. Да, видите, дамку пока ставить нельзя. Тогда играем gh2. И уже грозим сами поймать дамку белых. Ходом f на e1. Поэтому белым приходится играть на поле b8. Но здесь у черных снова выигрыш. Ставим дамку на e1. Белые ее тут же ловят. Ну и черные тут же ловят дамку белых. После всех перебоев выясняется, что эта позиция за черных выигранная. Запомните ее. cb4. fg3, bc5, ed2. Ну и в чем тут идея? Если белые играют на d6, тогда ставим дамку на c1. И видите, постоянно стоит угроза fg3. Поэтому приходится нападать же h2. Тогда мы закрываемся дамкой. Приходится отходить. Ну и здесь ловим шашки белых с легким выигрышем. Рассмотрели. Если в этой позиции белые играют на поле b6, тогда уже ловля не приходит. Но здесь мы ставим петлю. То есть ставим дамку на c1. Ну и на ход b7 уже играем дамкой на f4. Видите, дамку ставить бесполезно, потому что она будет тут же поймана. Поэтому приходится играть gh2. Ну тогда уже играем gf2. И снова дамку ставить нельзя, поэтому белые жертвуют шашку и ставят дамку. Ну затем сами ставим дамку и зажимаем белых по двойнику. Белым приходится сдаться. Такие интересные варианты. Так, рассмотрели. Значит, в этой позиции ход ed4. Он также проигрывает. Вернее, ход hg3 уже здесь проигрывает. Ну и еще какой возможен ход остался. Единственный ход cb4. Мы его еще не рассматривали. Но здесь у черных тоже преимущество при точной игре. Тогда меняемся до e5. Приходится бить f на d6. И черные бьют назад. В этой позиции белым надо сделать точный ход. bc3. А вот после хода hg3 у белых здесь очень большие проблемы. Черные проводят жертву шашки. И вот как раз она была разработана латвийским гроссмейстером Владимиром Вигманом. Черные отдают шашку gf4. И приходится бить на e5. Тогда играем ed6. И нападаем сразу же на две шашки белых. Но если белые закрываются, тогда мы проводим комбинацию. Выигрываем шашку. dc5 и gf6. И бьем на e1. Тут даже получается не выигранная шашка, но у черных приятный эншпиль. Здесь все-таки преимущество у черных. Белым надо точно защищаться. Дамка черных расположена очень неудачно. Обычно белые на такой эншпиль не идут. И после жертвы gf4 и нападения белые обычно играют не ef4, а bc3. Ну и после размена возможен также вариант, который подробно разобрал брасмейстер Владимир Вигман. hg5, bc5, gf6, a b4. Черные играют gf4, точный ход. Ну и у белых остается единственный ход. gh2. Обратите внимание, что ход b5 напрашивающийся уже проигрывает. Черные проводят размен 2 на 2. Сперва жертвуем шашку, hg3. Затем играем cb6. Ну и за счет центра черные здесь легко побеждают. У белых нет никаких шансов на ничью. Но после хода gh2 все-таки белые еще могут побороться за ничью. Тогда играем fe5. Ну и у белых здесь есть 2 ответа возможных. cd6 и ed2. Напрашивающийся ход cd6 оказывается уже проигрывает. Черные снова жертвуют шашку временно. hg3. И играют и играют ed4. Белым приходится играть bc5. Максимальное сопротивление. Тогда бьем на b6. Белые бьют на c5. И бьем на e5. И далее возможен такой вариант. ed2, d7, dc3, b7, cb4. И черные быстрее успевают в дамки. fe3, b5. И вот здесь надо сделать точный ход. ef2. Вот это уже пошли анализы кроссмейстера Виктора Литвиновича. Но в партии против шашиста по фамилии Степанян он сыграл ed2. И белые могли добиться ничьей после хода ab6. В частности в партии был такой вариант. Черные поставили дамку. на c1. Белые отдали шашку. И сыграли bc7. Черные поставили дамку на f8. Белые на d8. Ну и после размена в этой позиции белые все-таки могли добиться ничьей. Но шашист Степанян играл не точно. И проиграл даже эту позицию. Но все-таки в этой позиции давайте запомним. В победе ведет именно ход ef2. Тут у черных никаких проблем. Если теперь белые снова играют ab6 тогда ставим дамку на g1. Ну и на ход hg5 допустим просто размениваемся. ed4 и белым остается только сдаться. Если же в этой позиции белые играют ab6 тогда уже ставим дамку на поле e1. Ну и после вынужденного хода g6 тогда играем ef6 ну и на ход ab6 просто нападаем сзади. Все. Белым также остается только сдаться. Так. Рассмотрели ход cd6 отмечу красненьким его тогда. Он проигрывает. А все-таки к ничей ввел ход ed2. После ed2 черные меняются. cb6 нападают и надо меняться. cd6 бой-бой. И в этой позиции снова белые стоят перед дилеммой сыграть fe3 или ba5. Сразу же подскажу вам что ход ba5 проигрывает. После ba5 ой вернее d e7 играют черные. И вот в этой позиции ничей еще ввел ход fe3 а вот ход ba5 уже окончательно проигрывает. Черные проводят двойной размен ed6 и cb6. И выясняется что оппозиция в пользу черных. То есть если играть dc3 тогда просто fe7 cb4 ed6 ba5 dc5. Ну и белым остается показаться. Тут никакого сопротивления нет. Но наиболее сильное сопротивление белые оказывают после хода fe3. Здесь снова пошел анализ гроссмейстера Вигмана. На ход fe3 играем hg3 и играем gf2. Ну и у белых есть несколько вариантов для сопротивления. Если они отдают шашку ну здесь простой выигрыш. Допустим hg3 de3 gf4 ed2 fe5 ставим дамку на e1 ну и после хода ed6 нападаем сзади поле h4 приходится уходить на бортик ну и зажимаем белых после ухода дамки на d8. Остается только сдаться белым. вот здесь наиболее мощное сопротивление после хода dc3 тогда надо сделать точный ход. Вот друзья запоминайте эти варианты потому что за доской это рассчитывать очень сложно особенно в блице. Ставим дамку именно на поле g1. ну и теперь смотрите если белый играет допустим g6 тогда уже ну не g6 допустим я не знаю gf6 да тогда просто выигрывает здесь ход дамкой на поле f2 если белый играет допустим hg3 тогда нападаем сзади приходится отходить нападаем на шашку c3 приходится отходить снова нападаем надо отходить на бортик и здесь играем на c5 приходится играть на f6 делаем выжидательный ход на поле f2 ну и после последнего хода g5 теперь нападаем с поля d4 приходится жертвовать шашку ab6 своеобразное распутье и бьем именно на a7 ну и здесь в конце концов одна шашка черных побеждает после хода g6 снова нападаем по большой дороге приходится белым жертвовать шашку щедро жертвуем дамку и черные побеждают так рассмотрели ход hg3 если белые в этой позиции играют cb4 тогда играем gf2 ну и вот здесь как раз возможны варианты то есть помните после хода gf6 мы там вкратце пару слов я сказал здесь уже выигрывает ход дамки на поле h4 все сводится вот к этим вариантам белым приходится жертвовать mg7 и играть bc5 и вот здесь возникает этюдное окончание можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных он очень сложный и интересный если решите сами своей головой то я думаю что вам очень понравится играем дамкой на поле g5 единственный ход на выигрыш ну и теперь возможны два плана на cd6 здесь оппозиция просто уводим дамку на d8 сдерживаем шашку d6 ну и на ход hg3 играем hg5 ну и белым остается только сдаться если же белые в этой позиции играют cb6 тогда играем gf4 отсекаем белых по двойнику ну и на ход b7 играем hg5 то есть видите ставить дамку нельзя потому что она будет тут же поймана а если жертвовать шашку и ставить дамку то же самое выигрыш так ну еще какой здесь был возможен вариант допустим после хода так gf6 мы рассмотрели после хода g6 тогда уже уводим дамку на b6 и здесь возникает так называемая распорка или штаны или вилка кому больше как нравится то есть на ход hg3 нападаем приходится уходить на бортик затем нападаем на шашку b4 приходится уходить на 5 и уходим на c7 единственный ход hg5 и фиксируем обе шашки дамкой на d8 белые снова жертвуют шашку и надо побить именно на поле a5 ну этот финал уже вы видели gf6 нападаем надо жертвовать шашку hg7 белые еще пытаются пройти в дамку дамки но черные жертвуют дамку и выигрывают так ну и наконец последний ход в этой позиции допустим b5 тогда снова финал вилка нападаем с поля h4 приходится уходить на бортик затем играем на поле f2 и дамка черных легко справляется с двумя шашками белых а дамка шашка черных f8 справляется с шашкой h6 белые проиграли все это анализы гроссмейстера вигмана так ну и все таки давайте рассмотрим как в этой позиции белые могли достичь ничей то есть ход hg3 это все таки не точный ход надо было играть именно bc3 после bc3 ну ход на самом деле не напрашивается потому что после него черные могут разменяться назад и у них более приятная позиция но все таки именно так и надо было играть ну и далее возможен такой примерный вариант cd4 fg5 hg3 ed6 белые белым надо меняться потому что стоит угроза dc5 либо gf4 поэтому белые меняются bc5 тогда играем gf6 и у белых есть два ничейных варианта после fe3 возможно такая ничья черные проводят вот такую комбинацию ed6 и gf4 ну и видите бить на d2 пока нельзя потому что здесь выиграют даже белые поэтому приходится бить на f2 но здесь все таки белые могут достичь ничьей например играем ef4 приходится ставить дамку и gf6 допустим на ход дамкой черных на b4 жертвуем шашку и белые и черные видите прорываются в дамки поэтому здесь только ничья это первый вариант возможный после хода gf6 то есть возможен ход fe3 но еще за белых здесь можно сыграть сильнее на мой взгляд ход gh2 такой неожиданный ход то есть белые сдвигают последнюю опору с дамочного поля и получают отсталую шашку на h2 но тем не менее здесь у белых есть даже шанс победить небольшой правда черным надо играть gh4 и белые играют gf4 приходится играть fg5 и белым надо играть только fe5 остальное проигрывает тогда черные жертвуют шашку gf4 и играют hg5 и в этой позиции белым надо меняться fe3 черная игра gf4 несмотря на отсутствие шашки все-таки у черных позиция выглядит более приятно и белые могут поставить здесь ловушку gf2 в чем идея черным сразу же нельзя идти в дамки потому что они здесь проигрывают белые отдают сперва лишнюю шашку пропускают черных дамки а затем эту дамку тут же ловят ну и выясняется что белые побеждают на единственный ход b7 сразу же нельзя ломиться в дамки потому что будет удар по затылку cd6 делаем аккуратно ход hg3 после хода cb6 отходим допустим b5 fg7 a b4 и белые ставят дамку отсекают черных по большой дороге от похода в дамки с выигрышем поэтому в этой позиции после хода gf2 черным нельзя играть fe3 этот ход проигрывает правильно было сыграть cb6 ну и теперь на ход fg3 уже черные быстрее проходят в дамке тут ничья получается лучше наверное белым даже поточнее сыграть cd6 тогда играем dc7 бой бой и обе стороны проходят дамки и партия завершается ничьей после хода cd6 вот такие интересные варианты сегодня показал вам анализы двух гроссмейстеров Владимира Викмана и Виктора Литвиновича а также анализ мастера Владоса Валентина друзья если вам понравилось данное видео данный разбор то пожалуйста поставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал поддержите мое творчество пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо не ясно я попытался максимально доступно объяснить все возможные варианты в этом непростом дебюте до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках трохи 2 3 4 5 5 6